Добро пожаловать на наши занятия после обеда. Мы вышли на финишную прямую в этом семинаре. И у нас осталось два занятия сегодня после обеда. Утром мы начали изучать шестую трубу. И мы продолжим это изучение. И мы находимся на странице 306. Там мы остановились в прошлый раз. И оттуда мы и начнем. И мы начнем с подведения итога. Итога тому, что мы изучали утром. Но прежде чем мы это сделаем, в начале занятий и утром, и после обеда мы молимся. Поэтому давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за прекрасный обед, за богослужение, на котором мы были. Это было большое благословение. И мы просим, чтобы Ты благословил нас и дальше, когда мы будем изучать в Твоем Слове шестую трубу. Дай нам ясность мышления и открытые сердца. Просим, будь с нами, Духом Святым. Во имя Иисуса. Аминь. Что общего есть между шестой трубой и шестой язвой? Во-первых, река Ефрат. И второе, это проявление духов бесовских. Так? Это два общих знаменателя. Между шестой трубой и шестой язвой. Давайте подведем итог тому, что мы изучали утром. Здесь у нас четыре пункта есть в материалах. В книге Откровения 8.12, также 12 глава 13 по 15 стихи, а также 13 глава с 1 по 9 стихи, воды символической реки Ефрат текли против Божьего народа 1260 лет. «Помните, что дракон пустил воду, как реку». Это Ефрат во время 1260 лет. Так? Хорошо. Что произошло в конце этого периода? Книга Откровения 9 глава с 1 по 11 стихи, это 5 труба, 12.16, это то, что земля иссушила воду, а также книга Откровения 13 глава 3 и 10 стихи, это смертельная рана папства. Что произошло с водами в конце этого периода? «Воды высохли». Как это еще иначе можно выразить? «Зверь получил что? Смертельную рану». Так? То есть высыхание вод и смертельная рана – это то же самое. И затем книга Откровения 9 глава, стихи 13 по 21, 12.17, 16 глава 13 по 15 стихи мы позже прочитаем, а также 17 глава 1, 2 и 15 стихи говорят о том, что «воды преследований возобновятся, они потекут вновь». Опять же, в книге Откровения 9 глава 13 по 21 стихи упоминается Ефрат, мы это изучим. Также упоминаются духи бесовские, что они выйдут к царям всей земли против Божьего народа. «Итак, воды преследований опять потекут, потому что блудница в 17 главе Откровения сидит на чем? На многих водах». А как ее зовут? Вавилон. А Вавилон на какой реке стоял? На реке Ефрат. Поэтому воды опять потекут под предводительством блудницы и царей земли. Конечно же. Но затем, что произойдет? Согласно книге Откровения 11 глава 15 по 17 стихи, это седьмая труба, когда Иисус примет царство. Затем книга Откровения 16-12, здесь говорится о высыхании вод. А также книга Откровения 17-16, где говорится, что цари повернутся против блудницы. Что с водами произойдет при шестой язве? Воды опять высохнут. Что это значит? Это значит, что папство в конце концов утратит своих сторонников и свою власть. Когда цари или гражданская власть повернется опять против этой системы. Это ведь произошло в конце Французской революции. Франция поднялась против папства. Давайте теперь прокомментируем книгу Откровения 16-12. Давайте вначале прочитаем этот стих. «Шестой ангел вылил чашу свою» Куда? «В великую реку Ефрат». Мы увидим, что эта же река упоминается в шестой трубе, когда мы будем изучать стих за стихом, чуть-чуть позже. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат». И что произошло после этого? «И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Итак, после высыхания вод, какое следующее событие должно произойти? Это пришествие Христа. Кто такие цари от восхода солнечного? Или с восхода? Или с востока? Это Иисус и его воинство. 19 глава говорит о том, что он и ангелы идут на белых конях, и он будет топтать точило гнева Божьего. Вы видите седьмую трубу там. Шестая и седьмая язвы соответствуют шестой и седьмой трубам. Они параллельно описывают события. Давайте дальше пойдем с вами в материалах. 307-я страница. Высыхание вод Ефрата при шестой язве происходит после завершения времени благодати. Скажите, шестая труба – это уже после завершения времени благодати? Да, потому что все язвы изливаются после завершения времени благодати. Но когда шестая труба звучит, после завершения времени благодати? Нет. Шестая труба звучит еще, когда идет время благодати. Только когда седьмая труба приготовится звучать, тогда завершится время благодати, начнется время скорби, и затем седьмая труба уже возвестит второе пришествие Христа. Давайте перейдем к следующему стиху. Книга Откровения, 16-13. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Скажите, здесь описана какая-то демоническая активность? А предыдущий стих упоминает реку Ефрат? Да. Да. Теперь прочитаем пояснение. Очень важно понять, что события с 13 по 16 стих происходят до событий в 12 стихе. То есть, то, что описано здесь в стихах 13 по 16 происходит до событий 12 стиха. Стих 12 описывает шестую язву. Она изливается уже после завершения времени благодати. А стихи 13 по 16 описывают события, которые привели к этой кульминации еще во время благодати, до завершения времени испытания. Понятно, да? Хорошо. Древние египтяне считали лягушку Богом бессмертия. Три нечистых духа символизируют три падших ангела. У дьявола тоже есть три ангела. Да, у Бога есть три ангела, и у сатаны есть три ангела. Давайте продолжим здесь. Три нечистые духа выходят откуда? Из уст дракона, зверя и лжепророка. А что из уст выходит? Слова. Итак, что же выходит тогда из уст дракона, зверя и лжепророка? Ложное учение, ложные доктрины, обман, обольщение. Следующий абзац. Среди адвентистов распространено такое толкование, что дракон – это спиритизм. Зверь – это папство, лжепророк – это протестантские динаминации США, а дракон – это сатана, вернее, спиритизм. Это частично верно. Но на самом деле дракон символизирует сатану, который действует через гражданские власти этого мира. Вы спросите, как это? Кто пытался убить Иисуса, когда он родился? Дракон ведь? Да. А кто тогда был драконом? Это был сатана, который действовал через Ирода, римские власти. В книге Изекииля 29.3 фараон назван великим драконом. Кто хотел убить Моисея? Сатана. Но кого он использовал? Он использовал фараона. Поэтому дракон символизирует гражданские власти на земле. Зверь – это папство, а лжепророк – это отступивший протестантизм. Вот эти три падшие ангела, эти три ангела символизируют народ, народ, который распространяет ложь сатаны. Вы знаете, что три ангела Божьи символизируют народ Божий. Это не то, что три ангела будут лететь по небу буквально. Это народ, который провозглашает вести эти. Поэтому нам нужно понимать, что эти три падшие ангела символизируют сатанинский народ, который распространяет его ложь они будут говорить от имени кого от имени дракона зверя и лжепророка то есть что здесь описано это то что дракон это пародия на кого на бога отца зверь это пародия на кого на христа сколько длилось служение христа три с половиной года он совершал чудеса да он получил смертельную рану в конце жизни он воскрес после этой раны и мир удивился следя за ним да да посмотрите на пятидесятницу а после этого еще 5000 человек крестилось и поэтому лжепророк это кто так он низводит огонь с неба на землю перед людьми то есть это будет подделка духа святого то есть у сатаны есть своя подделка на божество но а бог конечно истинный бог понимаете давайте теперь продолжим внизу страницы обратите внимание как эллен уайт связывает лжепророка из 13 главы и 13 стиха книги откровения с вестью книги откровения 16 14 иоанн находясь на патмосе видел что будет происходить на земле в последнее время и затем она цитирует книгу откровение 13 13 и 16 14 интересно что 13 13 описывает зверя выходящего из земли а 14 стих 16 главы это стих который мы только что прочитали и так процитируем их и творит великие знамения так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми это бесовские духи творящие знамения они выходят к царям земли всей вселенной зачем чтобы собрать их на брань онный великий день бога вседержителя и так что описывает 13 стих 13 стих описывает демоническую деятельность трех падших ангелов из уст которых исходят учения бесовские они духи обольстители давайте теперь перейдем к комментариям на 14 стих что это за духи которые упоминается здесь книги откровения 16 14 нам не нужно догадываться здесь потому что здесь объясняется это духи бесовские это духи бесовские творящие что знамения они выходят к царям земли всей вселенной или всего мира чтобы собрать их на брань онный великий день бога вседержителя давайте прочитаем пояснение здесь цель вести этих трех символических ангелов и знамения которые они совершают служат тому чтобы собрать царей всей земли и всего мира против бога и его народа нельзя не видеть что при шестой трубе ангелы находятся на четырех углах земли при реке ефрат и они отпущены и здесь говорится о том что духи бесовские выходят к царям всей земли если параллель между этим конечно же есть параллель давайте теперь посмотрим комментарии эллен уайт на 16 главу 13 14 стих когда это демоническая деятельность начала проявляться это только в конце времени будет или это началось уже в 1840-х годах это началось еще тогда в 40-х годах 19 века помните эллен уайт видела в видении поезд она говорит о зарождении современного спиритизма вы слышали о сестрах фокс в ротчестере в нью-йорке эллен уайт говорит она описывает это движение как поезд она говорит я видела поезд и почти весь мир был в этом поезде и эллен уайт видела начальника этого поезда он выглядел очень статным и она не могла понять кто это такой и эллен уайт задала вопрос ангелу кто это и ангел сказал эллен уайт это сатана который рядится в одежды ангела света и он обольщает весь мир и в конце концов ведет его гибели скажите этот сценарий из 16 главы касается только самого последнего времени нет шестая труба начинается еще после 1798 года обратите внимание на времена глаголов которые используют эллен уайт когда цитирует эти стихи это из книги события последних дней страница 249 дух божий что делает дух божий мгновенно исчезает нет сказано дух божий постепенно оставляет мир а при ее жизни это уже было да сатана так же когда она писала она говорит сатана так же собирает свои злые силы что он делает он собирает свои злые силы это шестая труба еще направлять царям земли всей вселенной она цитирует видите книгу откровения 1614 направляясь к царям земли всей вселенной чтобы собрать их на брань в онный великий день бога вседержителя она цитирует 16 главу откровения здесь скажите дьявол этим уже занимался в то время когда она писала эти слова да видите шестая труба происходит не через какое-то долгое время после 1798 года и вдруг начинает звучать перед пришествием Христа нет эти события постепенно происходят с тех пор следующая цитата великая борьба страница 588 граница разделяющая так называемых христиан и безбожников едва заметна члены церкви любят то же что и мир и всегда готовы присоединиться к нему а сатана что хочет сделать и сатана решает слить их воедино это то что бог хочет сделать со своим народом да он его хочет отдельно собрать чтобы таким путем укрепить свое дело и втянуть всех в спиритизм католики которые полагаются на чудеса как на знамени истинной церкви будут введены в заблуждение этой чудотворной силой протестанты отбросив щит веры что такое щит веры это библия также будут обмануты католики протестанты мирские люди то есть светские люди все примут вид благочестия отрекутся от его силы и в то же время они будут смотреть на этот союз как на великое движение которое должно послужить обращению всего мира и ввести его в давно ожидаемое тысячелетнее царство это было еще при жизни Эллен Уайт да смотрите следующая цитата восьмой том свидетель страница 49 жители земли уже выстроились под предводительством князя тьмы скажите князь тьмы уже тогда действовал да еще одна цитата опубликованная рукопись 19 страница 376 давайте настойчиво готовиться к ожидающему нас противостоянию ибо войска сатаны готовятся к последней великой битве видите уже готовятся следующая цитата North Pacific Union Gleaner так называется это издание за 27 января 1910 года в эти опасные времена когда силы зла собирают свои воинства чтобы помешать если возможно усилиям божьих служителей на земле каждому труженику жизненно необходимо смиренно ходить с Богом ежедневно он должен поддерживать тесную связь с небесными силами то есть скажите эти злые духи уже проявлялись при жизни Эллен Уайт конечно же еще одна цитата Review and Geralt за 18 июля 1882 года сатана собирает свои силы для последней великой битвы что это за последняя великая битва в конце концов она завершится битвой Армагеддон чтобы вести войну с остатком от ее семени которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа скажите Откровение 12.17 тоже связано с шестой трубой она цитирует здесь этот стих она цитирует Откровение 12.17 также 13 главу говоря о лжепророке она цитирует также то что мы находим в 16 главе Откровения то есть все эти отрывки описывают события при шестой трубе понимаете далее очень важная цитата Сатана собирает свои силы для последней великой битвы чтобы вести войну с остатком от ее семени которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа Боже мы не можем избежать конфликта но у нас не осталось сомнений относительно этого вопроса за дымом и жаром обратите внимание на эти слова шестая труба упоминает огонь и серу и жар она делает аллюзию на эти стихи за дымом и жаром битвы мы видим одержавших победу стоящих на горе Сион с Агнцем еще одна цитата мне было показано ужасное положение вещей в нашем мире скажите скажите это уже происходило при ее жизни да но с течением времени что должно было происходить интенсивность должна увеличиваться ангел благодати складывает свои крылья готовые удалиться прочь господь отнимает от земли свою сдерживающую силу это при ее жизни еще было да опять же господь отнимает от земли свою сдерживающую силу а сатана стремится возбудить в религиозном мире различные стихии побуждая людей учиться у великого обманщика который действует со всяким неправедным обольщением в ценах противления жители земли уже выстроились под предводительством князя тьмы и это лишь ааа видите это лишь начало конца то есть это только первая часть шестой трубы она продолжает закон божий упразднен мы видим и слышим о царящем замешательстве и растерянности о нужде и голоде о землетрясениях и наводнениях люди совершают ужасные преступления страсти господствуют над разумом гнев божий над обитателями земли которые скоро станут такими же растленными как жители Содома и Гоморы что бы она сегодня сказала пожары и наводнения уже уничтожили тысячи жизней и имущества неправедное приобретенное за счет притеснения бедных скажите сатана в это время уже проявлял свою власть чтобы собрать свои силы на земле на свою сторону конечно же и она описывает это как за дымом и жаром битвы почему она упоминает дым и жар это риторика шестой трубы понимаете мы увидим это следующая цитата помните в книге откровения 16 глава говорится о духах которые выходят из уст дракона звери лжепророка как о духах бесовских и она постоянно использует это словосочетание духи бесовские здесь в книге желания веков на странице 257 мы читаем так будет в последнем великом столкновении между праведностью и грехом в то время как новая жизнь свет и сила нисходят свыше на учеников Христа сатана в свою очередь мобилизует своих слуг видите сила при шестой трубе выходит из под земли из ада и поэтому она говорит здесь сатана в свою очередь мобилизует своих слуг смотрите дальше напряжение овладевает всеми жителями земли князь зла искусно маскируется используя многовековой опыт борьбы и теперь она ссылается на библейский стих он является в виде ангела света и множество людей начинает внимать духом обольстительным и учением бесовским мы не будем читать все эти цитаты их много есть но я хочу чтобы вы обратили внимание на подчеркнутые слова скажите книга откровения 16 глава использует это выражение духи бесовские смотрите как Эллен Уайт неоднократно использует это выражение в великой борьбе страница 560 это предпоследняя цитата на странице 310 чем заканчивается эта цитата а явившиеся в их обличье суть духи бесовские следующая цитата давайте ее прочитаем сатана давно готовится к своей заключительной попытке обольстить мир начало его работы было положено в Эдеме где он уверял Еву нет не умрете но знает Бог что в день в который вы вкусите их откроются глаза ваши и вы будете как Боги знающие добро и зло он постепенно то есть это резко происходит нет он постепенно она продвигается к шедевру обольщения спиритизму скажите спиритизм уже поднимал свою уродливую голову в 1840 годах конечно же она продолжает ему еще не удалось в полной мере осуществить свои намерения можем ли мы видеть как он сегодня действует действуют ли эти духи бесовские сейчас да но будут ли они увеличивать интенсивность своей работы к концу конечно же и так он постепенно продвигается к шедевру обольщения к развитию спиритизма и ему еще не удалось в полной мере осуществить свои намерения но и это будет достигнуто в оставшееся время пророк говорит и далее она цитирует откуда она цитирует из книги откровения 16 глава пророк говорит и видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых подобных жабам это бесовские духи творящие знамени они выходят к царям земли всей вселенной чтобы собрать их на брань вонный великий день бога вседержителя за исключением тех кого защищает сила божья и вера в его слово весь мир будет вовлечен в этот обман убаюканные им люди отдадут цароковому чувству безопасности и только излитие гнева божьего пробудет их видите что Эллен Уайт говорит о состоянии умерших кстати говоря а христианский мир готов к этому всему почему он готов сегодня к проявлению этих духов бесовских которые выходят к царям земли всей вселенной чтобы собрать их против бога почему потому что практически все христианские церкви за исключением свидетелей иеговы верят в то что после смерти душа человека идет в рай или в ад они верят в бессмертие души а это основание спиритизма вы меня понимаете смотрите что Эллен Уайт написала я видела что святым надо досконально изучить истину для настоящего времени которую они должны почерпнуть из писаний святые должны понимать в каком состоянии находятся мертвые ибо дальше смотрите опять это словосочетание духи бесовские придут к ним под видом усопших друзей и родных из чьих уст выйдут эти бесовские духи из уст дракона зверя и лжепророка то есть все эти силы будут под контролем спиритизма видите спиритизм это не просто дракон а эти духи бесовские будут выходить из всех трех источников ибо духи бесовские придут к ним под видом усопших друзей и родных и станут проповедовать о переносе субботы и другие небиблейские учения друзья если люди будут верить своим служителям которые говорят не переживайте за этих адвентистов мы должны воскресенье соблюдать и люди прислушиваются к этому то когда сатана явится к ним в облике друзей и родных и скажет что нужно соблюдать воскресенье они будут беззащитны против этого обольщения что нас может защитить так я слышу я вижу тебя но ты не мой родственник потому что библия говорит что живые знают что умрут а мертвые ничего не знают поэтому отойди от меня во имя иисуса нашей единственной защитой будет эта книга не глаза наши не чувства не уши не то что люди говорят только то что говорит библия фактически элен уайт продолжает дальше это раннее произведение страница 87 и 88 и здесь она говорит о поезде кстати говоря и здесь говорится о том что бесы в облике друзей и родных будут являться адвентистом не только не адвентистом но и адвентистом чтобы убедить адвентистов и когда адвентисты скажут ну здесь что то не то они начнут плакать и говорить о сынок это же я это мама твоя и элен уайт говорит что эта ложь будет казаться правдивой потому что голос будет такой как голос родственника внешность точно такая же что будет нашей единственной защитой бог сказал что мертвые ничего не знают поэтому мы не можем доверять глазам ушам эмоциям чудесам и так далее только слову божьему сможем доверять далее идет описание поезда я видел с какой быстротой распространяется этот обман то есть это еще при жизни элен уайт было скажите шестая труба уже звучала при жизни элен уайт конечно же мне был показан железнодорожный состав который мчался со скоростью молнии ангел велел мне смотреть внимательно и я не отводила взгляда от поезда казалось весь мир находится внутри поезда никого нет за пределами его ангел произнес они собираются в связке готовой к сожжению затем он показал мне начальника поезда статного и красивого видом на которого все пассажиры взирали с почтением пораженные его видом то есть видите даже пророк не понимал кто это пораженный его видом я спросила у сопровождавшего меня ангела кто это он ответил это сатана он управляет этим поездом в обличии ангела света он пленил весь мир людям послано действие заблуждения так что они поверили лжи да будут осуждены все неверовшие истине ближайший помощник сатаны следующий за ним парангу является машинистом а остальных своих помощников он использует по-разному в соответствии со своими замыслами и все они несутся с быстротой молнии к своей погибели что вы скажете удивительно правда скажите а вот 16 глава книги откровения 13-14-15 стихи они касаются времени благодати еще да потому что Эллен Уайт цитирует их говоря о времени благодати еще поэтому это должна быть вставка вставка в шестой язве конечно же давайте прочитаем внизу страницы затем Эллен Уайт описывает другую группу которые противились этому обману давайте прочитаем это продолжение раннее произведение страница 88 я спросила у ангела остался ли кто-нибудь вне поезда потому что весь мир в поезде был я спросила у ангела остался ли кто-нибудь вне поезда он указал мне в противоположном направлении и я увидела небольшую группу людей сколько людей было на стороне дьявола при шестой трубе 200 миллионов а на божьей стороне сколько при шестой печати 144 тысячи видите контраст итак он указал мне в противоположном направлении я увидела небольшую группу людей идущих по узкой тропе они казались тесно связанными друг с другом связанными друг с другом эмоциями наверно мне очки подводят что здесь написано связанными чем что должно связать народ божий просто хорошие эмоции чувства вместе собираться и петь кумбая нет они казались тесно связанными друг с другом связанными истиной сплоченной группы ангел пояснил третий ангел связывает их в связке для небесной житницы помните в 14 главе откровения говорится о сборе урожая вид у них был изнуренный словно они прошли через суровые испытания и тяжелую борьбу как вдруг будто солнце появилось из-за облака и озарило их лица так что они просияли словно победа была уже почти одержана джей эй сайс в своей книге объяснение книги откровения комментирует шестую язву но он комментирует ту часть которая связана с событиями происшедшими до шестой язвы и он связывает это со спиритизмом и этот человек не адвентист смотрите что он написал современный спиритизм или так называемый спиритуализм есть лишь возрождение того же самого ветвь того же беззакония в этом несомненно есть какая-то реальность и по общему признанию это система контакта с мертвыми чьи духи вызываются в различных формах и методах чтобы научить мудрости диктовать веру религию и жизнь утешать и помогать в беде и нужде и служить спасителями и богами это снова возродившиеся к жизни поклонения демонам он утверждает что имеет огромное количество сторонников спиритизм то есть даже среди крещенных и номинально христиан он оказывает влияние на целое сообщество мужчин и женщин готовых вручить свое тело и душу навсегда заботе этих лживых демонов проводников он вторгся в жизнь людей всех классов и воспринимается многими как отдельная и единственная истинная религия его учение громко и полно надежды в предсказании что вскоре на его сторону перейдут кто правительство и господствующие классы всего мира то есть он комментирует книгу откровения 16 глава стихи 13 по 15 скажите книга откровения 13 глава 16 глава стих 13 описывает события до завершения времени благодати или после до а 14 стих выходит к царям всей земли это до также а как 15 стих это 312 страница внизу здесь комментарий есть Иисус говорит все гряду как тать знаете что значит приходить как тать что это за момент времени это не второе пришествие видите пришествие вора или тати имеет две стадии и одна из них это не тайное восхищение давайте мы приведем такой пример во Фрезна или давайте возьмем Канаду Соскочеван я был там в январе да там холодно и ветрено но если вы живете в Соскочеване и в декабре и очень холодно там дует ветер снег идет вы идете с работы домой заходите в теплый дом жена дает вам тарелку супа хлеб но мы только что поели поэтому я привожу такой пример и вы садитесь и смотрите новости и потихоньку засыпаете о так тепло здесь под одеялом вы с женой и вы вдруг вспоминаете что вы забыли дверь закрыть ой тут так хорошо тепло под одеяльцем и подушка такая мягкая ай та я здесь уже 20 лет живу и вор никогда не приходил и вы остаетесь под одеялом но в ту ночь приходит вор входит в дом и выносит ваше имущество люди внутри дома знают что он пришел нет когда они узнают утром но будет уже слишком поздно время испытания завершится до того как люди поймут это потому что они будут спать а не бодрствовать когда они поймут что Иисус закрыл дверь благодати и они потеряны уже когда Иисус придет на облаках небесных утром но будет уже тогда слишком поздно поэтому когда Иисус говорит все гряду как тать он имеет ввиду что я завершу время благодати или время испытания будьте готовы блажен кто бодрствующий так то есть не спящий и хранящий что одежды свои дабы не ходить ему нагим и не видно было срамоты его скажите есть ли смысл эти слова говорить после завершения времени благодати есть ли смысл в этих словах после завершения времени испытания нет потому что время испытания завершилось вы не можете уже не бодрствовать не хранить свою одежду скажите это предупреждение должно звучать во время благодати еще да а вы знаете кто будет нагим и чью срамоту будет видно это те кто принадлежат лаодикийской церкви кто это это лютеране да и пресвитериане и методисты и мормоны и свидетели иеговы нет лаодикий это кто это адвентисты седьмого дня смотрите книга откровения 3 18 это страшная часть многие исповедующие веру в Иисуса в церкви остатка не будут бодрствовать и останутся без одежды здесь говорит свидетель верный советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей это предупреждение к лаодикий да это еще при звучании шестой трубы звучит конечно же давайте обратим внимание на следующий абзац нужно отметить что нет смысла давать такое предупреждение божьему народу после завершения времени благодати потому что в то время божья благодать уже будет закрыта для людей и никто не сможет откликнуться на это предупреждение это предупреждение нужно во время благодати чтобы люди сопротивлялись духом бесовским и не собирались с царями земли всей вселенной поэтому стихи тринадцатой по пятнадцатой касаются еще времени благодати так ведь скажите а в двенадцатом стихе шестнадцатой главы говорится о высыхании ефрата это когда это при шестой язве но собрание людей происходит еще во время благодати понятно для того чтобы все было очень ясно мы повторим с вами повторим с вами то что записано на триста тринадцатой странице материала здесь описана структура книги откровения видите очень важно понимать очередность событий как текст организован потому что здесь не все в хронологическом порядке в начале книга откровения 16 12 до пятой язвы воды Вавилона постоянно увеличиваются поднимаются с каким намерением с намерением потопить Божий народ во время шестой язвы но при шестой язве внезапно воды которые должны были потопить Божий народ высыхают скажите 12 стих описывает время после завершения благодати там воды высыхают продолжим высыхание вод приготовляет путь для царей с востока или от восхода солнечного кто это это иисус иисус и его ангелы иисус приходит с востока он придет на белом коне и воинство небесное будут следовать за ним это какая труба это уже седьмая труба обратите внимание на следующие два стиха книга откровения 16 глава 13 и 14 стихи эти стихи уносят нас обратно еще во время благодати в то время как воды поднимаются против Божьего народа скажите эти воды будут подниматься до завершения времени благодати или после до три нечистых ангела с ложной вестью выходят к царям земли всей вселенной чтобы собрать их на последнюю битву против Бога в лице его народа затем книга откровения 16 15 в этой вставке иисус предупреждает свой народ чтобы они были на его стороне когда завершится время благодати когда собрание людей завершится останутся только две группы те кто останутся нагими и те кто получит печать Божью на челе то есть другими словами верные и неверные и затем книга откровения 16 16 это продолжение стихов 13 и 14 мы упускаем 15 стих 15 это предупреждение просто вы скажете подождите минуточку ну давайте прочитаем книгу откровения 16 глава стихи 13 по 16 но упустим стих 15 и скажите это будет логично или нет скажите скажите это продолжение мысли идет? Конечно же. Потому что 15 стих это только вставка, которая содержит предупреждение. Когда наступит этот момент, убедитесь, что вы одеты. А когда нужно одеваться? После завершения времени благодати? Нет, до того. Скажите, это предупреждение говорит нам, что нужно быть одетыми до завершения времени благодати? Да. Хорошо, а где находится Армагеддон? Где эти три нечистые духа, которые выходят из уст зверя, дракона и лжепророка, где они собирают весь мир против Божьего народа? Они собирают их на месте, которое называется по-еврейски «Хар Магеддон». Слово «Армагеддон» состоит из двух еврейских слов. «Хар» означает «гора», а «магеддон» означает «собрание», «на горе собрания». Это то же выражение, которое используется в книге Исаии, 14 глава, когда Люцифер говорил, что он сядет на горе в сонме, или в собрании богов. Нечистивые собраны в сонме, на горе в сонме, или в собрании. Что это за собрание? Чье это собрание? Божьего народа, так? Божьей церкви. Здесь используются те же согласные, что и в слове «Хар Махедд». В иврите или в древнееврейском нет гласных, только согласные. И поэтому согласные здесь такие же, что и в слове «Хар Махедд», то есть «на горе собрания». А что значит «он» в конце? «Армагеддон». Что это за окончание? Это просто звучание этого слова на греческом языке. То есть окончание здесь греческое, которое добавляется к еврейскому слову. Это то же самое, что и «абад». Мы уже изучали, что такое «абад». Что это за существо выходит из бездны? «Авадон», так? «Армагеддон», «авадон». Что это за «оэн» в конце? Еврейское слово «авад», почему «авадон» там сказано? Потому что окончание «он» — это просто добавление греческого звучания к еврейскому слову. Приведу вам пример. Я не могу придумать английский пример, поэтому я испанский пример дам. У нас есть английское слово «парк». «Парк» или «парковать машину», да? В Испании тоже, или испаноговорящие, говорят «парк-яр». «Парк-яр». Слышали такое слово «парк-яр»? А вот это «яр», оно принадлежит первоначальному слову? Нет. Нет, но просто оно добавляет испанское звучание, понимаете? Поэтому «хар-моэд» — это слово «армагеддон». А «хар-моэд» — «он» добавляет греческое звучание этому слову просто. То есть это значит «гора собрания». Хорошо, последний абзац на странице 314. В книге Данилы, в книге Откровения, Бог собирает свой народ где? На горе Сионе, где духовный храм на земле находится. Что такое Сион, и что такое святилище, и что такое город до второго пришествия Иисуса? Это христианская церковь, церковь адвентистов седьмого дня. В книге Откровения есть двойное собрание. Бог и его ангелы собирают свой остаток на символической горе Сион. А сатана собирает свой народ вокруг этой горы, горы Собрания, чтобы уничтожить Божий народ. В Ветхом Завете слово «могедд» описывает или собрание в святилище, или собрание на праздниках религиозных. Это термин, который используется в святилище, и он описывает народ Божий, который собирается на Сионе для поклонения Богу. Итак, кого собираются нечестивые окружить? Они собираются вокруг Армагеддона. А они что, окружат святой город, как описано в книге Откровения 14.20? Кто будет там за пределами города? Там будут нечестивые, вточили гнева Божьего. Почему они собираются вокруг города? Потому что они хотят взять этот город. Кстати говоря, а они окружат город после миллениума? Да, но это уже будет буквальный город. До второго пришествия это символический город. Это церковь Божья. Если вы прочитаете эти стихи, которые здесь написаны, у нас нет времени на это, но если вы прочитаете Откровение 14.1, где 144 тысячи собраны? На горе Сионе. В книге Откровения 14 глава, 19 и 20 стихи. Божий народ находится в городе, а нечестивые где находятся? Вточили за городом. Иисус придет, чтобы топтать точила, для того, чтобы спасти свой народ. Конечно же. Фон для этих стихов из книги Откровения 14 глава, 19 и 20 стихи. Это книга Иоиля, 2 глава, 32 стихи, 3 глава, с 9 по 12 стихи. Это ключевое пророчество, которое упоминается в Откровении 14 главы. Затем книга Данила, 11.45. Царь Северный раскинет свой шатер между морем и горою в стратегическом месте. Да, чтобы уничтожить Божий народ. Итак, здесь мы видим, что Божий народ собирается в Духовном Иерусалиме, на Духовной горе Сионе, в Духовном храме, а нечестивые где собираются? За пределами. И их намерение какое? Их намерение потопить тех, кто находится внутри. Помните, мы стих читали из книги Исаии, 8, 7 и 8, о вторжении Сенахирима, царя Ассирийского, в святую землю. Он там и его войска представлены водами потопа, которые достигают до шеи. То есть Божий народ находится в опасности. Но Бог говорит им, что Он накажет его, или иначе Он иссушит эти воды. Итак, мы прошли это все быстро, но давайте повторим то, что мы изучили. В конце времени сколько будет собраний? Два собрания. Что будет собирать Божий народ? Трехангельская весть. Так? Отец, Сын и Дух Святой также. А кто будет собирать нечестивых? Или что их соберет? Три ложных поддельных силы, которые пытаются подделать Отца, Сына и Духа Святого. Так? Три ангела падших. А где Божий народ будет собираться? Он будет собираться духовно, в Духовном Иерусалиме, в церкви. А нечестивые где будут собираться? Вокруг, за пределами города, в Тачили. Как это будет выглядеть? Будет казаться, что народ Божий погибнет, будет уничтожен. Но что затем произойдет? Иисус придет на белом коне. Воинства небесные придут с ним на белых конях. Зачем? Он придет, чтобы топтать Тачила. Почему он будет топтать Тачила? Потому что их намерение какое. Они хотят уничтожить Божий народ внутри города. Вы понимаете меня? Итак, пришествие Иисуса на коне с ангелами... Это какая труба? Это седьмая труба уже. Это второе пришествие Иисуса, когда Царство Мира Сего будут переданы Иисусу. Поэтому спрошу вас, а шестая труба тогда, когда звучит? До того. Во время благодати? Да. Потому что время благодати или испытания не завершится до того времени, когда седьмой ангел приготовится звучать. Итак, давайте повторим трубы. Первая труба, это что такое? Разрушение Иерусалима. Вторая труба, это падение Римской империи. Третья труба, это отступничество, которое начало проникать в церковь во дне императора Константина. Четвертая труба, это период 1260 лет папского владычества. Но затем идет обратная реакция. Пятая труба, это французская революция, когда папство получило смертельную рану. И затем, после пятой трубы, происходит два собрания. Собрание праведных с помощью трехангельской вести и собрание нечестивых с помощью ложного божества и трех падших ангелов. То есть, другими словами, мир разделится на две группы. А это значит, что время испытания еще длится. Скажите, интенсивность этого собрания будет нарастать? Оно уже происходит. Да, уже происходит. И поэтому, когда будет казаться, что когда время благодати завершится, седьмая труба приготовится звучать, тогда начнется время скорби. Тяжелейшее. Тяжелейшее в истории. Божий народ где соберется? В церкви, в духовном Иерусалиме. А нечестивые за пределами города. И что тогда произойдет? Зазвучит седьмая труба. Иисус придет на белом коне и воинство небесное с ним, чтобы избавить его народ от верной смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин